Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Мне вспомнилось, я в классе восьмом писал сочинение в школе на вольную тему. И там написал, а, сочинение было, кем я хочу стать, что ли. И вот я там написал, что я понять не имею, кем я хочу стать, но я точно знаю, что я буду экспериментировать обязательно на любой работе. Ну вот сейчас я экспериментирую опять с микрофоном. Вот сейчас новый вариант. Я там галку нашел интересную. Значит, задавить шумы. Вот. Ну, в общем, не знаю, что получится. О чем сегодня разговор еще раз? Вот мне тут комментарий одна тетя написала на мой предыдущий с прошлого дня ролик. Собачья площадка, да? И вот она пишет. Мы видим где-то в России. У нас площадка 10 на 5 метров. Ну вот. Примерно половина нашего подвала где-то. Ну, пускай весь подвал. Ой. Мусорник завален бутылками от спиртных напитков. На площадке хозяева пьют и курят. Висит лопата. И предлагается ей выбрасывать у собачьего вот эти подарки через сетку самими хозяевами. Если ты не согласен и предпочитаешь в мусорник, то выражает недовольство. Ребят, вот что сказать, да? Не придет цивилизация никогда в России. Уж если 21 век нет цивилизации, то он никогда не придет. Нужно ее, не знаю, переформатировать как-то, да? Выключить и включить снова. Потому что это уже глюки называется. У нас, вот эта наша площадка, на которой мы были, она не самая большая. Ну, не самая маленькая. Где-то я специально на карте посмотрел. Ну, километр на полтора где-то. Вот так. Там еще озерцо небольшое, лесок и так далее. С мусором заходишь, такой бак здоровый, вот круглый. Ну, типа, как туалетная бумага, только побольше. И тянешь оттуда вот эти мешки черные. Сколько тебе надо, никто не считает. Ну, я беру два-три обычно. Две собаки-то. Вот. Ну, и, конечно, убираю. А я уже говорил, 80 долларов штраф, если не уберешь. Но дело в том, что никто не следит. Я вспомнил, что-то у Монтэня написано, по-моему, если у вас жена гуляет, так представьте к ней охранников, то она и с ними будет гулять. Вот. Здесь, ну, положено так, и все. И люди выполняют. Это называется дисциплина. И так легче жить, поверьте. Никого я там не видел. Мы в разное время приезжали. Ну, и приезжают, уезжают эти собачники. А так, чтобы ходила какая-нибудь тетка в платке, да? С карандашиком и всех проверял. Такого нету. Ну, у нас лежит под стеклом там бумажка, что мы купили этот пермит, называется, разрешение. На год стоит 50 баксов. После трех собак. Это до трех собак. Если больше трех, на каждую еще двадцатку. Ну, вот так. По-моему, нормально. Гуляй хоть каждый день с утра до ночи. Если попробовать хочешь, там своя цена есть. Вот пятерку заплатил, один раз сходил. Ну, никто так не делает. Все прекрасно знают, что это такое. Вот. Потом мне еще говорят, что там собаки. Бывает, что дерутся. Да бывает, конечно, собаки. Но в основном они добрые. Ну, а что? Как это? Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. А у них, ну, какая жизнь? Они все сытые, как говорится, довольные. У них есть крыша над головой. Вот первый раз, вот когда мы привели Мишку. Он обалдел, это все мое, да. Вот бегает по этажам. Это все мое, везде можно. Тут можно пописать. Вял, пописал, подлец. Ну, ладно. Гришка тоже самый носился. Смотрел, что это все его огромные конуры. А ну, красота же. Конечно. Да, я отвлекся. Ну, вот 50 долларов. Да, открыто. С 6.30 до 7 вечера. От 6.30 утра до 7 вечера. Или когда будет закат. Вот там написано, так интересно. Если раньше закат, то закат закрывается. Если закат позже, то, значит, закрывается, когда закат. Ну, летом, конечно, позже. Ну, вот как-то так. Ни разу не видел там каких-то скандалов. Ну, бывает собачьи сцепятся, но разведут сразу. А хозяю-то на что? Вот. Вчера, правда, вот я вчера видел, да, овчарку. Значит, с наморником привели. Ну, наверное, злостная. А погулять-то охота. Вот. Мухтара мы никогда не водили. Он все, он там всех порвет. Но он еще не кастрированный был. Может, от этого. Здесь собаки всех кастрируют. Собак. Ну, за исключением тех, которых берут на развод. На это, на щенков. Ну, эти дороже все. Это у них вообще все другое. Ну, вот как-то так. Вот нормальная собачья площадка. Ну, конечно, там поилка есть. Конечно, там есть туалет для людей. Ну, что еще? Скамейки. Ну, в общем, да, что? Больше ничего не надо, по-моему. Приезжай. Ну, парковка, машину ставь и давай гуляй. Как они вырываются всегда. Там такой, типа тамбура. Сначала заходишь. Ну, так, типа клетки, да, такой. Вот, закрываешь с собой дверь. Ну, как у космонавтов. А потом уже открываешь внутрь. Дверь внутрь всей этой площадки. И они туда летят вот так вот сразу. Всех нюхают и так далее. Вообще красота, конечно. Мне нравится. Ну, раз в неделю мы ездим. Чаще не получается. Но летом, может быть, будем побольше ездить. Потому что сейчас еще грязно. Ведь каждый раз кто-то мне сказал там это. Как вы их? Вытираете. Ну, конечно, вытираем перед. Перед машиной, полотенцами. А здесь еще. Гришку купаем. А Мишка что-то не очень любит купать. Купать себя. Ну, ничего. Вот сейчас лето наступит. Они возили. Они, кстати, уже открыли сезон. Вчера там чай много было. Так они полезли смотреть, что за чайки. Вот. Ну, походили так. В общем, ну, ничего не простудились. Ну, в общем, как-то так. Ладно. Правда, что ли, на меня здесь вот эта добавка? А то я что-то какой-то довольный. Ну, ладно. Пока. Всего хорошего. С вами был доктор Влад. С вами был доктор Влад.